Слава Богу! Вы знаете, это великое счастье, данное для нас, о чем сегодня было сказано. Вот такая величайшая Божья любовь, простертая к человеку. И Он так хочет, чтобы люди откликнулись на Его зов и пришли к Нему. Но далеко не все так идут, далеко не все. И я хотел бы сегодня, в этот вечер, поделиться таким словом, знаете, о сегодняшних событиях, как-то их комментировать, говорить в ту или в другую сторону. Ну, не хотелось бы. Я думаю, вы все уже очень много информированы, очень много слышали. И слышите, и оно бывает очень разное. Но скажу только лишь одну фразу. Не всегда так будет. Не всегда так будет пустой зал. Дай Бог, пройдет время, и вновь мы можем возрадоваться, и вновь мы возликуем здесь, и будем славить Бога. Ведь не для того Господь нас так благословил, что мы смогли и отремонтировать снаружи молитвенный дом. Осталось вот внутри немножко, ну, сейчас, сами понимаете, такое время. Похоже, церкви надо пройти. Вы знаете, это время, так, мысль для себя, оно немножко послужит благом. Вот потому что в одни трудные даны нам размышления. Вот кто мы есть, вот насколько мы, потому что в этом мире все еще и еще раз говорит, что оно непрочно. Никогда не было прочно в этом мире. Никогда не было прочно. И поэтому еще говорил Христос, том говорит, что человек, который скажет, ешь, пей, веселись, душа, много добра у тебя лежит на долгие годы. Вы знаете, обеспечить свое благополучие будущего не поможет никому. И сегодня люди все убеждены в этом и понимают. А знаете, только незыблемое и на твердом основании оно стоит то вечное, что обещает нам Господь. И за это Ему благодарение, за это Ему слава. Вот поэтому мы туда стремимся, туда идем. Знаете, одну тему, которую бы хотелось поделиться со всеми нами, она мне уже какое-то время, наверное, с возрастом уже, она тревожит. Вот тревожит том и больше наталкивает на размышления. И когда мне попало в руки одно стихотворение, и я его прочитал один раз в церкви, может быть, месяц назад, больше, кто-то забыл. Я хотел бы его напомнить. А Бог не спросит на суде, каких размеров был твой дом. Он спросит, много ли ты людей приютить готов был в нем. Он не задаст тебе вопрос, какой машина марки. Но спросит, много ли подвез ты в зимний день и летом жарким. Не спросит он, какого цвета твои глаза и кожа были. Он спросит, скольким людям света ты дал, когда они грустили. Не спросит он, где ты работал, какую должность занимал. Он спросит, скольких ты заботой и теплотой своей обнял. Ему не нужно ни богатства, ни наши горы за плечом. Ведь он для нас готовит царство, в котором нет нужды ни в чем. И тема проповеди, тема слова, которым бы хотелось поделиться, я ее так просто таким названием назвал. Что спросит Бог? Всем нам понятно и всем нам ясно, и все, кто учили в школе, в колледжах, и все, кто сегодня учится. Не правда ли? Было бы намного глупо и, наверное, неразумно изучать историю, если мы знаем, что будем сдавать экзамен по математике. Или же как-то наоборот. Или же быть неразумно, не учить ничего, зная то, о чем будут спрашивать на экзамене. И какой экзамен мы будем сдавать. И размышляя над этой темой, мне пришло на сердце, и я читая, прочитывая Евангелиста Матфея, там есть много притч. И вот одна притч-то, которая меня как-то так вот затронула, и я стал на ней размышлял. Эта притч-то, когда Христос продолжал говорить им притч-то, записано оно в 22 главе Евангелия от Матфея. И Христос, когда говорил притч, он говорил, что Царство Небесное подобно человеку-царю. И потом он объясняет, что Который сделал пир для Сына Своего и стал звать многих. И когда пришло время, чтобы прийти на пир, он сказал, пир готов, приходите. Но есть одни отказались прийти, другие еще поступили, не захотели идти, а третьи взяли тех посланников, побили, убили. И тот царь разгневался, послал войска, истребил этих убийц, а потом говорит, пойдите и созовите всех, кого найдете. И когда они позвали, написано, что созвали всех и злых, и добрых, и брачный пир наполнился. И когда царь пришел на брачный пир, и вот там посмотрел, и задал один такой вопрос. Вот я его прочитаю из 22 глава, 11 стих. Царь, войдя посмотреть возлежавших, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему, друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Он же молчал. Итак, братья и сестры, знаете, мы все званные на брачный пир. И того, что Господь позвал всех людей, позвал когда-то, может, наших дедушек, бабушек, родителей наших, и, может быть, в каком-то даже поколении. И мы также откликнулись, когда родились даже в христианских семьях, откликнулись на этот зов и пошли за ним. Но вот я к чему эту притчу привожу, к тому, что, когда брачный пир наполнился и людьми, и злыми, и добрыми, и вы сегодня слышали, когда брат проповедовал Азакхею, говорил об этом человеке, который тоже был не весьма добрый, скажите, вот даже все люди окружающие не могли воспринять его, говорит, ну как же, ну кому-кому только не для него спасение. Кстати, Господь настолько любвеобилен, настолько благ человечеству, что дает спасение всякому человеку, и злому, и доброму зовет на брачный пир. И он зовет всех нас. А мы так думаем, бывает, думается, человеку, вот этому точно бы принадлежало спасение. И я вспоминаю вот такой случай. У нас, помните, уже она ушла в вечность. Это сестра Лена Браткова, пожилая старица, тут сидела в зале, может, ее помните. Я не буду говорить от начала, как оно у ней произошло. Она переписывалась там из Сибири с одними людьми, у которых сидели пожизненно два человека. Я их называю уже два брата. Когда-то они совершили преступление еще в 90-х годах, им дали пожизненное заключение. На сегодняшний день они уже больше 30 лет сидят в тюрьме. Люди, совершившие большие преступления, и даже когда вот недавно была амнистия, и там они подавали на апелляцию, им не отказали в этом. Потому что весьма, наверное, тяжкие преступления. Кого-то дали апелляцию и освободили от ихнего срока, потому что большой срок уже люди отсидели, хотя пожизненно сидели, им уже дали амнистию. А этим не дали. Но в том, что они покаялись в тюрьме, и я даже сам читал несколько раз эти письма. Вот потом она, когда сестра Лена уже болела, и она передала это другой нашей родственнице, я ее недавно тоже мне давала письмо читать, говорит, знаете, эти люди, которые уверовали во Христа, Бог и для них дал спасение. Насколько ли они были злые, насколько ли они были неправедные, но Бог дает спасение каждому. Потому что верно эта притча, которую Христос говорил, собирали на брачный пир и всех, и злых собирали, и добрых собирали. И эти люди даже вот сегодня, читая их письмо, говорят, насколько они радуются. Говорят, мы сидели в тюрьме, сидели, где окно наше выходило только лишь на забор и колючую проволоку. Вы больше ничего не видели. Это так было очень много лет. А потом они пишут письмо и радуются. Нас перевели, это они уже два брата, их нас перевели, два брата во Христе. Вот, они их перевели в другую камеру. И теперь из нашего окна мы видим речку, и по этой речке можем увидеть, как плывут корабли. И от этого они даже уже радостные. У нас, говорит, жизнь немножко поменялась. Мы стали видеть птиц, которые летают по небу. И они настолько радостные, что спасенные, говорят, хотя мы знаем, что мы здесь проведем до конца жизни, но знаем, что у нас есть небеса. Вы знаете, вот эти люди, они, какие бы не были злые, какие бы не были грешные, но не переоделись в брачную одежду. И хотелось бы сегодня, вот, наше сконцентрировать внимание на том, насколько мы одеты в одежды святости и чистоты Божией. Вы знаете, если туда кто-то придет не в брачной одежде, я о ней сейчас немножко больше расскажу, не в брачной одежде, вы знаете, будет задан вопрос. И потом, что ты осветишь, как ты сюда попал? И что мы ответим? Этого человека написано, он молчал. Вы знаете, если слова Христа на земле приводили людей в молчание, то там точно не будет кому что отвечать. Если что-то в нашей жизни будет неправильно перед Богом. Я хотел бы направить нас к тому, чтобы мы всегда заботились о своей духовной одежде, чтобы она у нас была белая, чистая, непорочная, то есть святая наша жизнь. О чем свято прописано в Священном Писании. Почему? Потому что Христос позвал, Господь позвал нас на брачный пир. Он хочет, чтобы наши одежды были всегда чистые, светлые. Написано, он облег меня в весон чистый и светлый. Эту невесту свою он облег нас в этот весон. И блажен, кто ходит и не осквернил одежь своих. Иначе будет задан вопрос, как ты сюда попал, и не будешь знать, что отвечать. Когда Христос был на земле, несколько раз мы, может, встречаем такие случаи, когда Христос задал вопрос, а люди не знали, что сказать, не знали, что отвечать. Когда-то позвал его один человек, начальствующий из фарисеев, в субботу к себе на ужин. И позвал, и пришел. А там человек был, страдающий водяной болезнью. А люди вокруг смотрят, он же исцеляет. А ну-ка, может, он и субботу будет делать? Он нарушит ее. А он позвал этого человека, иди сюда, страдающий водяной болезнью. И спрашивает, скажите, что нужно сделать человеку, спасти душу или погубить? А они молчали. Он их приводил в молчание. Он даже учеников своих приводил в молчание. Идут дорогой, рассуждают, кто же больше? Ну, по всей вероятности, когда в рассуждениях, тогда могут быть разные размышления. Кого первого призвал? Может быть, через кого кто-то больше сотворил уже чудес на земле. Идут и рассуждают. Но слова Христа их ставят в такой тупик. Говорят, о чем вы дорогой рассуждаете? Молчат. Они молчали, потому что дорогой рассуждали кто больше. Вы знаете, все, что неправильное или неправильное, оно приводит людей в молчание. И в Священном Писании записано так, пророк Исаия говорит, что там, на суде вечном, пред Богом, цари закроют перед ним уста. Цари, пред которыми отчитываются, цари, которыми на земле сегодня требуют отчета у других, там, перед вечностью закроют перед ним уста. Братья и сестры, вы знаете, не хотелось бы, чтобы мы молчали и чтобы нам был задан такой вопрос, как ты сюда попал. Для этого я хотел бы призвать всех нас, несмотря даже на те обстоятельства жизни. Я скажу вам, что в сегодняшнее время оно такое, ну, как бы поменялось. Люди, вот, такое вот легкое христианство. Когда люди обращаются к Богу, я это еще замечал, когда мы жили в России, люди каялись, обращались, но почему-то, вот, зачастую не хотелось меняться, не хотелось людям оставлять свое зло, свою, знаете, такую, вот, негодный характер, который, вот, сопутствовал человеку в греховной жизни. Вот почему-то не хотелось менять свою одежду, хотелось служить Богу в той грязной, такой греховной одежде, но в то же время, да, я принимаю Христа, я спасен. И я скажу вам, сегодня проповедуется зачастую очень легкое христианство, такое, как, ну, вот, исповедую Господа, будешь спасен, принимай Его. Вот, вот, ты спасен, ты произнес молитву покаяния, значит, ты спасен, значит, ты, значит, ты теперь будешь на небесах. Да неужели Бог откажется от человека или тому подобное? Вы знаете, вот об этом я не раз уже размышлял, не раз думал. Почему? Потому что сегодня люди способны, вот, служа Богу, со всеми, знаете, сквернословием, со всем вот этим, вот, такой, греховными жизнью служить Ему и в то же время надеясь быть в вечности. Вы знаете, это все скверная одежда, это все такая, вот, небрачная одежда, в которую человек так и не оделся, так и не пришел. А ведь святая, чистый весон, чистый и светлый, это той беспорочности, святости. И нам сегодня есть возможность каждому омывать свои одежды в крови Иисуса Христа, омывать свою душу, то есть освобождаться от пороков, освобождаться от всего нечистого. Почему? Потому что мы придем в вечность и нам надо предстать перед Ним в той брачной одежде, чистой и светлой, которая есть праведность святых. Вот в этой одежде надо предстать перед Ним или же в противном случае нам будет задан вопрос. Конечно, я не прочитал там дальше стих, который говорит, который говорил так ему, вот, когда он не знал, что сказать, он говорит, когда-то царь сказал слугам своим, свяжите его и возьмите и бросьте во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. И нам бывает людям, вот так зачастую кажется, вот что, ну что здесь такого, вот я поверил, вот что такого, ну это мой характер или еще что-то, знаете, или это мое хобби, или это мои недостатки какие-то. Люди способны сглаживать, но знаете, туда в небрачной одежде никто не войдет, иначе будет задан вопрос, как ты сюда попал. Еще об одном, чем будет спрошено с нас, знаете, я думаю, это не так просто. На эту тему я проповедовал, кстати, на одну тему, которую вот за последних два месяца, январь и февраль, было сказано четыре проповеди. Вот если вы заметили, вот замечайте, я вам сейчас их назову. Это другой текст Священного Писания, это тоже мы будем отвечать на небе за это. Двенадцатая глава, прочитаю 36-й и 37-й стих. «Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься». И это текст Священного Писания. От слов своих. Есть в одном из переводов, вот так вот как-то немножко, ну, по-другому сказано. «Ибо от слов твоих будет зависеть, ты будешь осужден или будешь оправдан». Вот именно за все слова наши, за речи наши нам нужно будет давать отчет, то есть за все неправильные речи, за все неправильные слова. Вот поэтому я почему сказал, в январе я говорил об обузданном языке, и вот буквально через неделю брат Василий Меркулов тоже говорит о речи, о языке, о том, как они могут, слова наши, ранить другого человека. Проходит немножко времени, Дима Дорошенко говорит такую проповедь, насколько, значит, слова наши влияют на жизнь людей. Дальше Юрий Пипченко тоже говорит такую проповедь, насколько эффективна наша речь и наши слова. Я думаю, это не так просто звучало в нашей церкви, не так просто. К тому, что мы понимали. Вот я когда был молодой или время читал это, я как-то так отлаживал немножко в сторону, думаю, ну как-то, наверное, Христос уже, как мы, знаете, говорим, уже через чу, уже слишком. Ну как это так? За каждое там праздные слова надо будет давать отчет. А вы знаете, как бы оно ни было, или как мы бы ни думали, нам нужно будет отвечать. За то, что насколько ли наши слова оказались эффективными или подействовали во благо, а если они подействовали на зло, а если наша речь или наши слова разрушили чью-то судьбу, разрушили чью-то жизнь, разрушили какие-то отношения в доме и в семье, разрушили между близкими или поссорили друзей, поссорили кого-то в церкви, за это нужно будет отвечать. То поэтому, живя на земле здесь, вы знаете, у нас будет много времени размышлять о себе, о своих действиях. Возможно, нужно будет набрать телефон и кому-то сказать прости. Возможно, даже подойти лично в своем доме, в котором мы живем, приведя свои одежды в порядок, духовные, одежды души своей, сказать прости меня, чтобы наши одежды были чистые, белые. Написано, что только в белых одеждах будут ходить перед лицом Божьим, которые одеты и омытые, и чистые. Вот эта брачная, святая одежда. Благослови на себе Господь. Я не буду уже дальше, хотя есть некоторые тексты Писания, я вам скажу. Еще есть написано о том, что ибо Слово Божье, которое живое и действенное, которое проникает во внутренность и судит помышление, намерение сердечное, и Ему мы дадим отчет. И я знаю и понимаю и уверен, если на этой земле мы не исследуем Слово и не пребываем в нем, и оно не проникает в нашу душу, то вот там, когда встанем перед Ним, слова Христа, они настолько ли, слова Бога, они настолько проникнут в нас, чтобы не будем знать, что Ему говорить и как отвечать. Вы знаете, если на этой земле люди замолкали, когда-то Иов замолчал, он говорил, вот если бы был Всевышний, я бы ему и так сказал, и так. А стал Господь говорить, и он говорит, послушал, послушал Господа, Бог задавал вопросы, и говорит, ну, говорил раньше, теперь буду молчать. Господь еще ему несколько, немного позадавал вопросы, он говорит, я раскаиваюсь в прахе и пепле. А хотя этот святой Божий муж, о котором сказано о нем, три мужа, это Иов, Иов, Даниил и Ной, говорит, они праведностью своей спасли бы души свои. Это люди были праведны, и то, стоя пред Богом. Вот смотрите, насколько свят Бог, насколько Он велик. И поэтому даже мы, может быть, не имея служений, находясь в своих домах, мы будем, знаете, просматривая себя, приводить все же себя в порядок, приводить жизнь свою в порядок, потому что мы не знаем, когда нам нужно прийти на тот брачный пир, явиться при лицо его. Вы знаете, хозяин зашел, он другим вопросом не задавал, потому что они одеты были в брачные одежды. А вот этому, который, глянь, не в брачные одежды, а вообще, как ты сюда попал? И он молчал. Помоги нам, Господь, чтобы не услышать себе вопросов, вопросов таких, за которые нужно будет давать отчет, вопросов таких, от которых мы сами поймем, что наделали наши слова в этой жизни, и потом быть осужденным от Него, да хранит нас Господь. А сейчас мы склонимся перед Ним на колени, помолимся, поблагодарим Его, Ему слава. Аминь. О, любящий Господь и Бог, о добрый пастырь, мы обращаемся к Тебе в молитве, Господь.